Я хотела в первую очередь сказать спасибо большое за приглашение. Мне всегда очень приятно, мы с вами дружим, мы с вами советуемся, мы вас любим. Это я ни в коем случае не преувеличиваю, может даже преуменьшаю ситуацию. И всё-таки, если мы поговорим о теме доклада, метастазы, меланомы в головной мозг. И ведь можно же было поставить точку, да, вот тем, кто придумывал программу. Ну зачем усложнять докладчику для жизни? Нет, с чего начать? Нет, я на самом деле всё время люблю, когда вот такой есть вызов названия доклада, потому что, ну не скучно, вот ты готовишь и думаешь, ну боже мой, что же, вот как же подойти к этому докладу. Итак, вот действительно, я даже к докладу так готовилась, думаю, ну как же так, с чего же начать? На самом деле, в реальной практике мы действительно так и мучаемся. И метастазы в головной мозг, это действительно большая-большая проблема, и мы обо них думаем. Что это вообще такое? Что произошло? Зачем метастазы попадают в головной мозг? Почему они это делают? К сожалению, в принципе, существует гематоэнцефалический барьер, который, опухоль, да, которая умеет преодолевать многие препятствия, к сожалению, насквозь она научилась преодолевать его. Поэтому из-за своего размера, из-за своего сродства для меланомы, это особенно актуально, к сожалению, может попадать опухолевые клетки даже при минимальном каком-то повреждении гематоэнцефалического барьера или даже без него. Итак, если мы посмотрим, что в нормальных условиях, да, идет защита, то проницаемость гематоэнцефалического барьера, к сожалению, за счет факторов вырабатываемых опухолей увеличивается. Разве это проблема, если мы возьмем пациентов, которые пришли для терапии с метастазами в голову, головной мозг, ведь это же на самом деле меланомы, их не так много. Ну правда же, основная когорта приходится на рак молочной железы и рак легкого, будем честными. Почему же это проблема? Для меланомы это проблема потому, что среди пациентов с метастазической меланомой до 75% уже обязательно в ходе своего заболевания, к сожалению, встретятся с проблемой метастазирования в головной мозг. По данным разных авторов, от 6 до 40% уже на момент начала заболевания, к сожалению, дебют имеют уже с пораженным головным мозгом. И до 80%, даже если уже состоялась смерть, и мы не знали на момент смерти, что это было, на вскрытии обнаруживается, что у пациентов есть метастазы в голову. Поэтому это важно для меланомы. Если мы говорим дальше, ну эту кривую, думаю, что не в этой аудитории мне, конечно, показывать. Это кривая, которая уходит в ноль. Так выглядит примерно ожидаемая продолжительность жизни пациентов. Можем ли мы попытаться как-то предсказать? Да, мы знаем, пациент с метастазами в голову, это плохо, это грустно, это прогноз неблагоприятный. Но если пациент говорит, ну правда ли, или родственники спрашивают, можно попытаться предсказать, что есть симптомы, нет симптомов. Это давно показано, что бессимптомная ситуация для пациента гораздо прогностически более благоприятна. Также есть прямая зависимость наличия лептомингиальных метастазов. Если есть метастазы в оболочке или цереброспинальную жидкость, это обуславливает гораздо более плохой прогноз из, в принципе, плохой ситуации. Есть ли связь с мутацией БРАФ? Да, многие авторы показывают, что, к сожалению, ну даже практически в два раза чаще, метастазы в голову встречаются у пациентов с положительной мутацией БРАФ. Итак, какие уже у нас есть опции? Наверное, они как-то, может быть, еще зависят от целей. Цели. Сохранение неврологической функции и качество жизни. Правильно? Контроль над заболеванием. Правильно. Методы. Ну, даже и не один, даже не два, даже не три. Как же с ними быть? Хирургический метод. Облучение всего головного мозга. Стереотоксическая радиохирургия. Химиотерапия. Не будем сбрасывать ее со счетов для этой группы пациентов, потому что они стали жить дольше. И многим пациентам, даже если у нас есть доступ к современной терапии, у нас есть возможность назначить и химиотерапию при прогрессировании. Таргетная иммунотерапия, конечно. Конечно, мы стараемся к ней идти. Итак, ну, конечно, много алгоритмов, много авторов говорят о том, что обязательно во все алгоритмы включается алгоритм по ведению пациентов, если уже есть метастатическое поражение головного мозга. Очень деликатно так авторы нам говорят через дробь, без указания, что лучше. Тоже не помогает, в общем-то, моему докладу. Вот это прекрасно, мне очень понравилось. Мне прям такая отличная схема. На самом деле, если очень присмотреться, разделив в первую очередь брав положительный, брав отрицательный, дальше мы смотрим, только ли это поражение головного мозга, и ведь это нередко. Или есть еще экстракраниальное поражение. Дальше мы посмотрим, быстрый темп просто, медленный темп просто, множественные очаги или нет. И на самом деле, немного даже вот как-то вот нам на путь наставляет эта таблица. А вот если реальная практика, да? Пациенты, это абсолютно реальные пациенты, я не брала картинки из интернета или из публикаций. Нина Юрьевна, антимоник, Ольга Владимировна Васюсина. Мы очень старались лечить этих пациентов. Что же мы сделали? Ну вот посмотрите. Множественное поражение головного мозга у первых двух пациентов. Пациент вообще с большим, да, таким поражением, надеюсь, видно. Что же мы можем сделать? У пациента первого две линии в анамнезе, включая химиотерапию и уже состоявшееся применение современной терапии в виде антипедиадин-терапии. Другой пациент таргетную терапию получал, причем комбинацию. А для третьего пациента это, в принципе, дебют заболевания. Вот то, о чем я тоже говорила. Опять же, с чего начать? Хирургическое лечение. Имеет место быть? Да. Конечно, само собой, это опция для солитарных метастазов в первую очередь. В чем ее плюсы? В том, что мы можем сделать циторедукцию. Я думаю, что это важно, если это еще и очаг имеет размер. И получить морфологическую верификацию и облегчение симптомов для пациентов. Важно? Важно. Соответственно, мы знаем, что от хирургического лечения будет зависеть в положительном формате следующая общая выживаемость пациентов. Итак, существуют определенные критерии, когда стоит подумать о хирургическом лечении. О чем мы говорим? Хороший соматический статус, крупные или симптомные метастазы, но единичные при этом. Есть ли такая ситуация в наших примерах? Да. Пациенту выполнена была костно-пластическая трепанация черепа с хирургическим лечением. Итак, какие еще у нас есть варианты? Мы можем облучить весь головной мозг. Да, много минусов, но эта опция остается. Не могу сказать, что она в лидерах, но все-таки она есть. Она плохо влияет на частоту рецидива, на частоту рецидива влияет, плохо влияет на общую выживаемость. И все-таки стереотоксическая радиохирургия, хоть она стоит третьим пунктом, возможно, ее стоит переставить на первый. Если мы посмотрим, позволяет действовать высокими дозами по сравнению с общим облучением головного мозга и при этом щадит окружающие ткани. Для чего это важно? Для последующей жизни пациента, потому что это не когнитивные функции пациента, как он будет жить. Есть факторы, которые помогают определить нашу тактику в пользу хирургического лечения или стереотоксической радиохирургии. Локализация, возможность, прогноз. И все-таки, конечно, чем меньше очагов, тем, наверное, было бы проще это все облучить, да и пропелировать на самом деле было бы несложно. Итак, если мы посмотрим, влияние стереотоксического радиохирургического лечения более благоприятной является опцией выбора для пациентов, если это возможно. Есть ли у нас такая ситуация здесь? Да. Для пациента, пациентки, первой, учитывая, что у нее хоть и множественные очаги, но их даже в пределах 10, было возможно провести за один сеанс облучения. Пациент, назовем его так, учитывая более 10 очагов, а на самом деле было их 13, за два сеанса стереотоксические хирурги, да, скажем, взялись из-за этого пациента тоже. Что же нам делать? Достаточно ли этого? Вот нам пришел пациент с меланомой и все хорошо вроде, да, может быть мы его отпустим, но, может быть, ему не надо вообще к нам приходить, пусть идет и облучает свой головной мозг. Но данное исследование, спасибо предыдущим докладчикам, почти полностью все рассказали, я все-таки подчеркну, да, мы знаем о том, что нужно добавлять терапию к облучению. Смотрите, комби-МБ, вторая фаза, таргетная терапия и наиболее благоприятная группа получилась группа Б, которая включает в себя бессимптомных пациентов и с предварительной локальной терапией. Они включили очень разнообразные группы и помогли нам этим убедиться в том, что нам нужно облучать. И вы посмотрите, да, насколько ответ получился, ну, у всех, можно сказать, в группе Б. Группа А, пусть не леченая, но бессимптомная, показывает тоже потрясающие результаты по объективному ответу. Конечно, более прогностически неблагоприятные симптомные пациенты имеют чуть, ну, худшие результаты, очевидно. И все-таки, подключив предшествующую перетаргетную терапию стереотоксическую радиохирургию, мы видим лучший результат, да. И если мы посмотрим, и экстракраниальный ответ, да, контроль за очагами и частоту объективных ответов. Да, объективные ответы здесь будут лучше в группе непредлеченных. Ну, это только за счет того, что они не были облучены, они реагируют. Облученные очаги мы понимаем, что объективного ответа меньше дадут. Общий ответ. Вы посмотрите, группа Б дает медиану длительности ответа, да, 12 месяцев для пациентов с метастазами в голову, это прекрасно. Наглядно, максимально, выживаемость без прогрессирования, где группа Б с предшествующей стереотоксической радиохирургии выходит на первое место. Если мы посмотрим общую выживаемость, также в лидерах у нас эта группа, спасибо им большое, они помогают нам понять, куда же нам двигаться, из чего начинать. Какие у нас есть еще данные? Вибролизумаб, антипедиадинтерапия. И здесь нам тоже может помочь. Брали пациентов с бессимптомными метастазами в головной мозг и посмотрели, они добились в том числе результата. Да, может быть, частота объективных ответов чуть меньше, но мы прекрасно знаем, может, по количеству их меньше, зато они дольше живут. И эта тенденция прослеживается, в том числе, если метастатическое поражение головного мозга. Итак, если мы посмотрим на комбинацию и бенива, мы знаем, да, ну, в каком-то смысле, может быть, они в чем-то лидируют, без сомнения. Один нюанс, что может быть малодоступно, и, скажем, у нас не такой большой опыт по сравнению с комбинацией таргетной терапией, монорежима, антипедиадин. Наверное, конечно, может быть, это крайне лучший вариант. И все-таки они показывают действительно результат. Достаточно приятный, но, как сказали уже, ценой это, ну, финансовая токсичность, мы молчим. Высокая токсичность и нефинансовая в том числе. Итак, еще одно исследование второй фазы. Включали пациентов с метастатическим поражением головного мозга. Также разделили, для того, чтобы нам с вами было понятнее, как нам быть дальше. Спасибо им отдельно. Включили для симптомных пациентов, оставили только монорежим антипедиадин. И для бессимптомных решили показать, будет ли разница, если мы дадим комбинацию против монорежима антипедиадин неволумаба. И вы знаете, посмотрите, да, если пациенты получали комбинацию, мы видим лучшие результаты, да, вот достаточно наглядно. А если они еще и не были при этом предлечены, имеется в виду другой терапии, конечно, иммуно-онкологическая терапия. И здесь, несмотря на такую достаточно серьезную ситуацию, дает свои результаты. Ну и крайне наглядно, я думаю, что это, в принципе, очевидно, не будет аудитория мне показывать графики. И все-таки ИПИ и НИВА выходят в лидеры для когорты пациентов. И мы смотрим, что если пациенты по аналогии так же, как без поражения головного мозга, достигают результата объективного ответа, то есть они его удерживают, что крайне приятно. Полный ответ и частичный ответ. А вот эти прямые – это пациенты с метастазами в голову. Да пусть их немного, но они есть. Итак, если мы попытаемся проанализировать все повторно, мы видим, что частота объективных ответов важна, без сомнения. Но лидеры, конечно, у нас выражаются вперед по частоте объективных ответов. Таргетная терапия – это приятно. И все-таки, если мы смотрим еще помимо частоты объективных ответов, время без прогрессирования и общая выживаемость, что нам говорят наши практически рекомендации Российского общества клинической онкологии? Что, по сути, для пациентов, у которых есть метастатическое поражение головного мозга, могут использоваться те же самые опции. Каких-то ограничений здесь нет. Намекают они нам недвусмысленно, что химиотерапия и в этой ситуации все-таки стоит после таргетной терапии и иммунотерапии. Затем комбинированная терапия анти-ПД-1 с анти-СИТЛИ-4 будет все-таки лучше, чем монорежим анти-ПД-1. Ну, мы с вами уже проговорили, почему это может быть и лучше, но, к сожалению, мало пока достижимо в данной ситуации. Что приятно, что есть сноска, что при терапии пациентам таргетной комбинацией, если есть единичные очаги, которые говорят о прогрессировании на терапии, мы можем, оставляя эту же линию и опцию терапии, добавить радиохирургическую часть. Об этом нам говорят. Спасибо. Если мы посмотрим, да, такие же практические рекомендации выделены в отдельную часть, и вот они, наши все препараты и опции. И вернемся к нашей реальной практике. Да, опять же, Нина Юрьевна, Ольга Владимировна, что же мы делали? Ну, тут квест, конечно. Смотрите. Второй этап лечения. Мы же поняли с вами. И мы до этого, в общем, изучали этот вопрос и с вами сейчас готовы поделиться. Мы не оставляем пациентов в покое, да, если это не единичный очаг. Солитарный, бессимптомный мы добавляем к либо хирургическому лечению, может быть, если есть экстракраниальные. Либо к стереотоксической радиохирургии. Итак, вот по этой вот мудреной таблице, не то, чтобы мы прям по ней шли, но мы ее использовали, мы знали, мы держали ее в голове. Итак, учитывая, что антипедиатинтерапия у данного пациентки была уже, то мы даем ей комбинацию таргетной терапии. Вариант? Вариант. Так как у пациента в предшествующей терапии была комбинация таргетной терапии, мы переходим, ничего нового, никакой новости в этом нет. Но этому пациенту, в общем-то, посчастливилось получить комбинацию иммуно-онкологических препаратов. Ну, что, еще раз говорю, нечасто получается. Согласно в том числе этому алгоритму, ну и нашему взгляду в том числе, если у пациента есть единичное поражение головного мозга, которое было прооперировано, оно не подкрепляется, да, дальнейшая терапия переходит в фазу наблюдения. Но мы видим результат, все хорошо, держится. А что же дальше? Что мы будем делать? Что советовать? О чем думать, если мы все-таки не удержим этих исходно предлеченных пациентов? Смотрите, как получилось. Вот оно, прогрессирование у пациентов. Какие дальше варианты? То, о чем я говорила. Если мы видим у пациента прогрессирование в виде единичных очагов в головном мозге, при этом он получает комбинацию таргетной терапии, добавив стереотоксическую радиохирургию, мы можем продолжить этот вариант лечения, если у нас нет прогрессирования по экстракраниальным очагам. Здесь у пациента ситуация другая была. Он прогрессировал по всем очагам, как интро, так и экстракраниальных. Поэтому продолжать терапию, мы долго ее надеялись, что это какое-то псевдопрогрессирование, советовались в том числе со Светланой Анатольевной. Не вижу Алексея, да, Викторовича. Вижу, вижу Алексея Викторовича. Да, советовали, сдумали, держались, пытались удержать, но прогрессирование все равно произошло. И здесь была предпринята дополнительная попытка, да, стереотоксической радиохирургии и смена на химиотерапию. В уме мы держим, может быть, возможность возвращения к таргетной терапии. Ну, может быть, учитывая ЭКОК 0.1. Будем честными, да, это не всегда так. Да, мы боремся за пациентов, когда мы надеемся. Итак, а здесь же пациент, учитывая, что он был наивный для терапии, мы даем ему комбинацию брафомеконгибиторов. Спасибо, что тоже есть была возможность. И вы знаете, мы получаем результат. И, ну, на самом деле, даже уже длится больше года, что очень приятно. Поэтому уж не знаю, как-то я вот помогла ли я с алгоритмом, или, наоборот, запутала. Вот, но я старалась, поэтому спасибо большое за внимание. Разрешите мне остановиться. Спасибо, Наталья Владимировна. Вопросы, коллеги? Наталья Юрьевна. Наталья Владимировна, вот скажите, все-таки, как объясняют эти ситуации, когда мы видим хороший, вернее, на фоне хорошего ответа экстракраниальных очагов, длительного ответа, будь то на таргетной терапии или на иммунотерапии, прогрессирование видим в головном мозге. Ну, вот это что? Это другая какая-то, да, другая, ну, не опухоль, а какой-то другой клон метастазов. Или как мы это объясняем? Ну, вот вы же тоже уже частично ответили. Да, есть варианты, что это есть гетерогенность опухолей в том числе. Но, может быть, еще это обусловлено тем, что хоть и меланома может метастазировать в головной мозг, но препараты так легко туда не дойдут. Да, если мы получаем контроль за экстракраниальным... Ну, они же там эффективны. Мы исследования это показывают. На не настолько, насколько хотелось бы. Если мы экстракраниальные, ну, чуть легче, может быть, контролируем. Интракраниальные, учитывая все-таки, что гематоэнцефалический барьер, пусть он, конечно, нарушен, но он не полностью, ну, как бы это сказать, дырявый. На не настолько он легко пропускает. Ворота не открыты. Да, не настолько не открыты, но это то, что я вот находила. Какая-то часть пациентов объясняется гетерогенностью, но мы это видим, и на экстракраниальных, ну, вы же же понимаете, когда пациент с множественными метастазами, а растет какой-то один, а все остальные под контролем, может быть, этот элемент будет в головной мозге. Ну, хорошо, и вот вы в такой ситуации, вот просто конкретный пример, моя пациентка, которая 5 лет на вемурафенибе, с хорошим ответом, частичным, правда, неполным, но минимальные проявления, там, в легких несколько очагов, лимфоузлак, 5 лет, все было прекрасно. Вдруг появляется, как обычно, да, неврологическая симптоматика, слабость в ноге, слабость в руке, на МРТ, метастаз в головном мозге. Метастаз удалили. Вот вы в такой ситуации бы все-таки продолжили таргетную терапию, или вы бы подумали о смене терапии? Знаете, я бы сказала, что да, продолжить можно без сомнения, потому что, сколько лет нам было ставить? 5, ну, 5, это прекрасная цифра. Нет, прекрасно, хорошо, а сейчас-то, а сейчас-то? Есть шанс, что продолжится эффект, и он достаточно, то есть это не призрачная надежда, это обоснованная такая, да, надежда будет на это. Но если она не лечена другим способом, и у вас есть возможность сменить, в принципе, это тоже допустимая опция. Потому что вот у нас, да, было у пациента прогрессирование на таргетной терапии, ну, правда, конечно, экстракраниальные очаги были. Здесь у вас, я правильно поняла, только интракраниально, да, то есть только голова. Все экстракраниальные, все стабильно сохраняется. Ну, наверное, я бы продолжила, да. Ну, по возможности комбинацию, по возможности. Спасибо. Продолжение следует...